Физкульт, привет! Вы на канале Бодимания и я, Эдуард Гавринченко. Продолжаю свой видеоблог, посвященный подготовке к соревнованиям. Осталось 4 недели до соревнований. Вешу 88 кг и это очень много. Надо стараться урезать. Урезать, конечно, углеводы. Буду выходить со следующей недели на 150 грамм углеводов, хотя уже довольно-таки тяжело, особенно тренироваться. Силы уже не те, выносливость не та. Добавил кардио. Три раза в неделю кардио по 45 минут. Организм истощается. Но деваться некуда, надо тренироваться. Сегодня тренируем грудь. Что такое брендованное спортивное питание? Это чистый белок от независимого производителя. Ароматизаторы, подсластители, эмульгаторы, пеногасители, прочие химические вещества, красивая упаковка, раскрученный бренд. Планируете и дальше переплачивать? Или хотите приобретать только рабочий продукт? Мы даем вам возможность сделать свое питание полезнее и выгоднее. Лактамин.ру. Выбор рациональных и умных людей. В чем заключается моя тренировка на грудь сейчас, на сушке? Ну, во-первых, я стараюсь работать в одном подходе так же тяжело. Сохраняю один силовой подход. Силовой, конечно, условно раз на шесть. Естественно, сейчас надо более быть осторожным, чтобы не получить травму. Связки суставы уже, конечно, не так держат. Организм истощается. Поэтому я применяю сначала предварительное утомление. Я делаю сведение в пэк-деке. Хорошо утомлю... Высокоповторно. Раз на 15-20. Хорошо утомлю грудные. А потом пойду на штангу и попробую пожать максимально, что получится, раз на шесть. И потом уже буду добивать грудные более простыми упражнениями. 3-4 подхода по 20 раз. Хорошо закачивает. Пойдем на штангу. Класс! Штанга свободна. Позанимаемся. Разминочных подходов достаточно много. Начну с пустого грифа и буду добавлять понемногу, пока не выйду на рабочий вес. Получится, ну, думаю, подходов 8-9 только разбиночных. Не надо бояться, устать в них. Надо хорошо размяться. Что касается техники. В жиме лежа. Хороший упор ногами. Поясница прогнута, но не чрезмерно. Лопатки сведены. Опускаем на нижнюю часть груди. Обязательно. Негативная часть фазы опускания подконтрольная. Одна из ошибок, когда вниз бросают, а потом пытаются включиться. Это и травмоопасно, и менее эффективно. Вверх мощно. Предвидя комментарии за открытый хват. Скажу более того. Федерации ВПЦ, ВПЦ и многих других. Он разрешен даже в пауэрлифтинге, в жиме. Я лично чувствую так лучше грудные мышцы. А то, когда ребята видят открытый хват, начинает сыпаться. Почему открытым? Так же нельзя. Да все можно, если ты контролируешь. Более того, скажу, нагрузка на запястье идет меньше, чем закрытый хват. Ну, конечно, новичкам, конечно, так не стоит делать. Во время жима задницу от скамьи не отрывают. Мы же не задницу качаем. Очень часто вижу, когда ребята навешивают большой вес, и за счет рывка, отрыва задницы пытаются его выжить. Ребята, которые разбираются в этом, смотря на них, ну, смотрятся ребята как клоуны. Мы же не задницу, еще раз говорю, качаем. Грудные. Не должно быть инерции рывка. Пожмите силой. Прошлую неделю жал 140 на 6. Сейчас не знаю, неделя сушки прошла, насколько сохранились силы. Ну, по крайней мере, попробую максимум, что смогу, сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что значит мотивация. Когда работаешь на камеру, делаешь больше, чем мог раньше. Как и говорил, один сделал с максимальным весом. На второй уже подход сил не осталось. Да и не надо пережигать мышцы. Сейчас сброшу вес и поработаю с более маленьким. Так сказать, закачаю. Доработаю грудные в одном из разновидностей хаммера. На верхнюю часть грудных. Ну, хаммер, конечно, условно. Это техноджим, но на свободных весах, как и хаммер. Очень люблю этот тренажер. Здесь очень хорошо подобрана нагрузка. И четко ложится нагрузка туда, куда надо. Поработаю, конечно, здесь уже не в силовом режиме. Раз на 15. Моя задача закачать грудные, прожжать. И закончу тренировку грудных в кроссовере. Прожмем грудные. В заключении хотел поговорить немного. О диете. На сушке. На мой взгляд, здесь не подходит точное выполнение плана чего-то совета или списанной диеты с интернета. Здесь надо смотреть, что происходит с телом. Смотреть по факту. Ну, как пример. Вы когда едете на машине по дороге, вы же не постоянно жмете на газ. Если впереди помеха, вы газ сбросили. Дорога свободная. Газ добавили. Здесь то же самое. Если процесс не идет, надо ужаться сильнее. Если смотришь, что чересчур быстро процесс пошел, значит вы и мышцы теряете. Наоборот, немножко добавить. Ну и в заключении хочу пожелать всем железного здоровья, остального характера. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу.